Друзья, всем привет! Сегодня у нас на тесте большие семиместные кроссоверы. Это Hyundai Palisade и совершенно новая Toyota Highlander. Даже по официальному прайсу эти машины стоят четыре с половиной миллиона рублей. Ну а с учетом дилерских накруток сумасшедших все шесть. И за такой ценник спрос должен быть соответствующий. Спереди Palisade это стопроцентный Hyundai. Это касается и разделенной оптики, но разделенная она, естественно, бампер. На самом деле вот это вот все это одна большая фара. Ну и разумеется, как и у любого корейца, у Palisade после перепада температур начинает потеть передняя оптика. Во-вторых, очень уже полюбившийся Hyundai вот эта вот ячейстая решетка радиатора, которая уже на всех машинах ставится. Ну понятно, что это никакой не хром, это всего лишь покрашенная пластмасска. И честно скажу, есть у меня подозрение, что с годами это все очень быстро потеряет свой товарный вид. Но это не самая большая проблема. Помните, как все кричали, что на крете ржавеет дверь багажника? Так вот у Palisade такая же история с капотом. На этом сколе уже есть ржавчина, еще немного и появится подтек, как на старой чугунной советской батарее. Мне интересно, попадает ли этот случай под гарантию? Если у вашего Hyundai была такая же история с ржавчиной, и вы обращались к дилеру по поводу этой истории, пожалуйста, напишите в комментариях. Очень интересно, чем это закончилось. Если посмотреть на Palisade сбоку, он не очень напоминает предыдущий Escalade. Это касается и формы окон, стойки вот этого ребра на боковине. Сделали бы еще арки более прямоугольные, было бы тогда вообще один в один, как задние фонари. Один в один напоминают китаец GAC CS8. И формой, наполнением вот этими квадратными секторами. Кстати говоря, та же самая история с окнами. То есть боковое окно переходит в заднее, плюс крашеная стойка, все очень похоже на китайца. А вот Toyota мне напоминает Toyota. И честно скажу, если бы не сказали, я бы не знал, что это новый Highlander, настолько он похож на предыдущую машину. Вообще Highlander это машина изначально для североамериканского рынка, и об этом косвенно напоминают вот эти вот боковые рыжие отражатели. Потому что в Северной Америке по их законодательству у автомобилей должны быть вот такие вот боковые элементы. И если вы найдете фотографии экспортных машин, даже наших, LAD, которые поставлялись в Канаду, то там тоже можно увидеть, что у них были особые бампера, у которых сбоку тоже были вот такие вот светоотражающие элементы. Решетка радиатора в Highlander у меня вызывает смешанное чувство. С одной стороны, хорошо, что дизайнеры вовремя остановились и не стали делать огромный такой гриль, как у Camry на весь бампер. С другой стороны, какая-то она очень хлипкая. Плюс еще очень большие расстояния между ячейками, в которые может легко пролететь камень и разбить радиаторы. И доказывай потом в гарантийном ремонте, что ты не виноват. Может быть, интерьер Toyota и не вызывает каких-то ярких эмоций, но вот я сижу внутри Highlander, и у меня стойкое ощущение, что все это сделано на века. То, с каким усилием нажимаются кнопочки, как вот этот подлокотник открывается, ездит. Все с натягом, с приятным усилием. В общем, нет ощущения, что это ширпотреб. Кстати, я не шутил насчет того, что Highlander похож на старый. В интерьере это тоже абсолютно заметно. Даже не скажу, что машина появилась в 2021 году. Если все уже стараются перейти на сенсор, то в Highlander количество кнопок просто какое-то запредельное по сегодняшней мерке. Это касается не только мультируля, но и центральной консоли, то есть и физические клавиши на климат-контроле. И даже на медиа-системе есть кнопки, дублирующие основные горячие функции. Дисплей медиа-системы выглядит нанородно. Кажется, что это не максимальная комплектация, и если бы была более дорогая машина, то экран был бы гораздо больше. Но нет, у нас самый дорогой Highlander и это максимум. Если приложить телефон, то оказывается диагональ абсолютно такая же. Но хуже то, что не только экранчик маленький, но и само разрешение этого экрана тоже так себе. Такое ощущение, что у нас машины из начала двухтысячных, а не из 2021 года. В общем, для такой цены, для такого класса это, конечно, никуда не годится. Но в остальном, если говорить о том же климат-контроле, то тут никаких вопросов. Пользуются очень удобно. Мне нравится то, что в Toyota не гонятся за модой и не ставят полностью виртуальные приборные панели. Помните историю с часами, да? Тоже, казалось бы, все в итоге перейдут на цифровые часы с дисплеем. Но нет, все равно стрелочные часы никуда не делись, и все их любят больше. Та же самая история, мне кажется, и с приборкой. Все равно, рано или поздно, все вернутся к обычным классическим приборам. И вот в Highlander, на мой взгляд, это идеальное сочетание. Основные приборы аналоговые, физические стрелочки, физические шкалы, а между ними гигантские дисплеи-трип-компьютеры. То, что нужно. Ну, понятно, что большие кроссоверы покупают не только, чтобы себя любимого возить, но и подразумевается, что будет много пассажиров. И сзади у Highlander с этим полный порядок, места полно. Плюс сидение регулируется в двух направлениях, можно отрегулировать в продольном. Даже так, что уже будешь упираться практически в спинку переднего сидения. Естественно, есть и регулировка угла наклона спинки. Из мелочей тоже очень много всего. Есть свой блок климат-контроля. Ага, рано я сказал, что все сделано на века. Если спереди все хорошо, то сзади вот от небольшого нажать, он уже весь ходуном ходит. Ну, ладно. Плюс есть, естественно, центральный подлокотник. Только стоило бы ему, наверное, какую-нибудь петельку сделать, потому что доставать не очень его удобно. Есть зарядки для смартфонов, но расположение, конечно, очень странное. Их поставили в самый низ, но можно было еще на пол поставить. То есть, совершенно неудобно, потому что, во-первых, можно ногой это все снести, если будет там провод торчать. Плюсы. И провод должен быть длинным по-любому, иначе смартфон просто не дотянется. То есть, либо тянуться, либо иметь метровый шнур. Почему нельзя было сделать сверху, я не понимаю. Кстати, есть еще хороший аксессуар. Это кронштейн для айпада. Особенно актуально, если ребенок сзади в детском кресле сидит. Написано 10 дюймов максимум. Ну, я, естественно, говорю айпад, потому что машина все-таки, в первую очередь, для Северной Америки. А там, сами понимаете, андроид не очень в ходу. Ну, я уже говорил то, что регулируется в продовомном направлении, но это нужно не только для того, чтобы изменять расстояние между рядами, но и для того, чтобы еще попасть на третий ряд. Ведь в Холлендере есть еще и третий ряд сидений, он семиместный. Чтобы попасть на третий ряд, нужно дернуть на рычаг сверху. При этом сиденье откидывается и отъезжает вперед, и можно залезать на третий ряд. Залезть, конечно, на третий ряд можно, а вот ехать тут так себе удовольствие. Если сиденье отодвинуто максимально назад, то ноги деть просто уже некуда. Даже я уже сижу и буквально подпираю коленками уши. Во-первых, надо сиденье вперед, конечно, отодвигать. Во-вторых, в принципе, тут вынести поездку какую-то, маломальски долгую, просто невозможно. Еще у меня складывается впечатление, что когда собирали салон Хайлэндера, чем дальше к багажнику, тем больше расслаблялись. То есть, например, вот есть тут подстаканники, но, видите, панелька уже отходит. Вот, вставляем до конца, но она была просто не заправлена. Это в машине за много-много миллионов. Ну, спасибо на том, что хотя бы есть дефлекторы для третьего ряда. Уже хорошо, хотя бы тут пассажиры не задохнутся. Но, конечно, ехать тут просто невозможно. Все-таки логичнее большую часть времени ездить в пятиместном варианте. Тогда и багажник будет хороший, потому что если в семиместном варианте от него практически ничего не остается, то в пятиместном мы намерили почти 500 литров честного объема. Это хорошо. В Hyundai интерьер все-таки выглядит поинтереснее по дизайну, в первую очередь. Мне, кстати, очень нравятся эти вставки. Чем-то напоминает хейнингование в цилиндрах. Такой грязной палисад. Возможно. Сделано все очень качественно. Очень приятно отъезжает. Вот эта створка, за которой скрываются подстаканники и индукционная зарядка для смартфонов. Количество физических клавиш очень высоко. Есть горячие кнопки медиасистемы, есть у климат-контроля все физические клавиши, обогрев, охлаждение сидений, руля. Более того, даже нет привычного селектора. И тоже вместо него обычные кнопки любители 13-й чайки, я думаю, оценят это решение. Единственное, что мне непонятно. Если с селектором это объяснимо, что всегда у нас реверс, нейтраль, драйв, то почему сделали это с кнопками? То есть никакого логического объяснения нету. Можно было уже вполне поменять местами уже, грубо говоря, вперед это драйв, снизу назад реверс. Но почему-то расположение осталось такое же, как и на селекторе. Это странно. Приборная панель, так же, как и в Highlander, на мой взгляд, идеальное сочетание. Классические обычные аналоговые приборы и здоровенный дисплей между ними. Вообще, если говорить о дисплеях, тут, конечно, Hyundai даст фору Highlander и по качеству картинки, и по диагонали. Ну, смотрите сами. Совсем другое дело, когда покупаешь за много миллионов кроссовер, получаешь нормальный современный дисплей. Естественно, и качество картинки тут уже совершенно другое. Но по архитектуре где-то это видел. В Toyota только что. То есть, абсолютно такой же козырек, абсолютно так же расположен дисплей. Рядом индикация непристегнутых ремней. С другой стороны, тут особо тоже много ничего не изобретешь. То есть, либо отдельно приборка, и отдельно торчащий дисплей, либо это все одним блоком. Как и в Highlander, климат-контроль управляется тоже с кнопками. То есть, очень по строению блок похож. Два вращающихся регулятора, физические клавиши и дисплей. Единственный момент. Мне не очень нравится, собственно говоря, сам дисплей. То есть, он с одной стороны вроде большой, с другой стороны он такой вот, не знаю, из начала 2000-х, конца 90-х. Большие цифры, как на табло в метро. В общем, для машины такого класса, мне кажется, можно было сделать как-то поинтересней. Второй ряд Palisade – это прям лухури. Причем без тени сарказма. Намного тут все интереснее и богаче, чем в Toyota. Во-первых, в принципе, сами сидения. То есть, в отличие от Highlander, у которого сзади полноценный второй ряд, трехместный. То в Palisade сделали индивидуальные кресла, такие же, как спереди. Есть подлокотники откидывающиеся, очень удобные. Очень мне, кстати, понравилось решение классное с карманами. То есть, помимо основных карманов, есть еще вот такие вот сеточки для смартфона. То есть, казалось бы, просто, но практически никто этого не делает. То же самое касается и зарядок. То есть, помните, у Toyota, да, они расположены здесь. А у Palisade расположили в торцах сидений. И тоже, кстати, очень удобно, потому что не нужно уже тянуть большой провод. Достаточно обычного, стандартного, короткого. И вполне можно будет пользоваться смартфоном при зарядке. Есть большие карманы в дверях, но им показалось этого мало. И сделали еще два подстаканника в подлокотнике. Плюс, помимо обычного 12-вольтового зарядника, есть розетка на 220 вольт. В путешествиях вообще отличная штука. Само собой, свой климат-контроль. И он, кстати, не ходит худуном, как в Toyota. Здесь покачественнее всего собрали. И более того, у сидений есть не только обогрев трехступенчатый, но и трехступенчатая вентиляция. Плеса тоже трехрядные, но в отличие от Toyota, здесь, чтобы попасть на задний ряд, не нужно выходить из машины. Между сидениями остался удобный проход. И как в минивейне или микроавтобусе, можно просто пролезть между сидениями и усесться назад. Разумеется, на задний ряд можно попасть не только через саун, но и с улицы. Для этого сверху есть кнопочка, чтобы сиденье отъехало. Более того, она еще и продублирована снизу. С компонованных Hyundai получше. Если заднее сидение отодвинуть максимально назад, то, в отличие от Toyota, здесь ноги не раздавят. Это приятно. Плюс в пятиместном варианте у Palisade багажник на 100 литров больше, чем в Highlander. Это заметная разница. Вообще, хочу сказать, что корейцы отнеслись к пассажирам с большим уважением, чем в Toyota. Это касается всех мелочей. Не только на втором ряду, но и на третьем. То есть, помимо подстаканников, например, есть зарядки для смартфонов. И справа, и слева, и палисадка, как и Highlander. Официально семиместные автомобили. Казалось бы, а где семь мест? То есть, два сиденья спереди, два на втором ряду и третий ряд. Так вот, третий ряд и есть трехместный. Я не очень понимаю, как тут можно уехать втроем. Но если только три ребенка, но опять же, если дети, то у них будут стоять детские кресла. И тут три детских кресла никак не разместить. Только если подростков старше 12 лет, которые плохо кушали, ну, не знаю. Взрослые тут точно не поместятся. По агрегатам Toyota консервативно никаких преселективных роботов, никаких маленьких турбомоторов. Только классическая гидромеханика, восьмиступенчатый айсен. И только большой атмосферный мотор. Шестицилиндровый, объемом 3,5 литра, мощностью 249 лошадиных сил. И это прекрасно. И не в мощности дело, и не в тяге. Хотя она, конечно, у Highlander очень хорошая. Машина прекрасно ускоряется с любой скорости. Но приятно то, что ускоряется она с характерным таким рокотом. Потому что, ну, шесть цилиндров есть шесть цилиндров. Никакая четверка так красиво звучать никогда не будет. Если переключиться в спорт, то тут и чувствительность акселератора еще возрастает, и коробка тоже быстрее начинает уходить вниз. Но в целом, повторюсь, даже обычного комфортного нормального режима его хватает более чем. Есть, конечно, один минус. За эту динамику, за этот приятный звук придется расплачиваться. Расплачиваться расходом топлива. Даже на трассе, как ни старайся, вряд ли получится вложиться в 10 литров на сотню. А уж в смешанном режиме 15 литров это гарантировано. Разумеется, от Highlander никто не требует управляемости маленького кроссовера, чтобы он быстро реагировал на руль. Мгновенно перестраивался без всяких кренов. Конечно, он этого делать не будет. Крены большие, запаздывание на руле есть. Но не это меня напрягает, а то, что даже на дуге с очень большим радиусом приходится постоянно корректировать курс. Вот это, конечно, неприятно. Все-таки от такой здоровой машины хочется, чтобы она была, по крайней мере, стабильна. Понятное дело, что если что вдруг случится, то электроника все сделает, и до беды дело не дойдет. Но, тем не менее, все-таки хотелось больше частоты от рулевого управления. Но, к сожалению, имеем то, что имеем. Выставить круиз при возможности не крутить рулем, и вот тогда все супер. Потому что ни боковой ветер, ни колея, ничто не способно на него повлиять. Он едет как вкопанный по прямой, шикарно. Стоит очень хорошо, то есть можно вообще вполне руль отпустить. Машина сама едет никуда. Не денется. К тому же есть еще ассистент удержания в полосе. И если вдруг автомобиль пересечет полосу, то сразу появляется предупреждение. Единственное, что немножко портит малину, это шум. Я не могу сказать, что с точки зрения акустики какой-то дискомфорт у меня Highlander вызывает. Но, тем не менее, во-первых, и шины гудят, их слышно. Но еще что больше неприятно, то, что постоянно в районе зеркала я слышу завихрение ветра. То есть над аэродинамикой стоило потрудиться чуть-чуть получше. Все-таки машина такого класса, по сути флагманская, могла быть и потише. Полисад на прямой автостраде также прекрасен. Такая же стабильность, такой же комфорт. Единственное, что минус у него есть по шуму. Если ветер все-таки у него не так акцентирован, как у Toyota, то вот дорожные шумы, ну, сами слышите, да, шины гудят очень сильно. Никак корейцы не справятся с этой проблемой. Какую модель не возьми. Самую дешевую Creta или дорогой Полисад все равно дополнительная шумоизоляция колесных арок нужна. А еще Полисаду не помешал бы двигатель побольше. У него стоит очень неплохой мотор. Дизель объемом 2,2 литра, мощностью 200 лошадиных сил. Крутящий момент там вообще за 400 переваливает. То есть, казалось бы, шикарная тяга, шикарный мотор. И если надавить на педаль... Да, Полисад ускоряется, хорошо ускоряется. Ничего не могу сказать. Автомат тоже, кстати, восьмиступенчатый, так же, как у Toyota, только не iSyn, а, естественно, свой, корейский Hyundai Kia работает прекрасно. Но все-таки на фоне Highlander чувствуется, что тяги немножко не хватает. Хотелось бы ее побольше. И было бы здорово, например, чтобы на Полисад поставили бы такой же мотор, как на Kia Mahaft 3-х литровый, V6 дизельный. Вот это была бы машина. Зато по шасси Hyundai мне нравится однозначно больше, чем Toyota. Я уже говорил, что большой кроссовер – это абсолютно не тот автомобиль, от которого ждешь какой-то управляемости. Но, тем не менее, Полисад ее дарит. Она у него есть. На дуге машина стоит очень хорошо. Не нужно подруливать так, как это приходится делать на Toyota. Плюс Полисад вообще производит такое впечатление более цельное. То есть, если у Highlander передняя и задняя ось иногда возникает ощущение, что живут каждая своей жизнью, и машина немножко разболтана, то на Hyundai таких ощущений нет абсолютно. Конечно, если резко перестраиваться, то рано или поздно шины потеряют сцепление. Физику никто не отменял. Все-таки машина тяжелая, и тут ничего не сделаешь. Но, тем не менее, для своего класса Полисад рулится очень достойно. И, в общем, хочу сказать, что подвесочники из Кореи поработали на славу. У Полисада очень много выборов движения, как внедорожных, так и дорожных. И мы сейчас едем в комфорте. Есть еще и спортивный, в котором меняется и отзывчивость акселератора, и работа трансмиссии, и усилие на руле. Руль тяжелеет, но при этом хочу сказать, что мне это не нравится. Казалось бы, спортивный режим обычно создан для того, чтобы люди, которые любят управляемость, любят получать удовольствие от вождения, получили больше удовольствия, чтобы усилие было правильнее. Но здесь ситуация обратная. То есть руль, на мой взгляд, слишком перетяжелен. И как раз вот в комфортном режиме усилие на руле возрастает более плавно, более естественно. То есть нет вот этого ощущения, что его утяжеляют искусственно. Вот как раз, на мой взгляд, лучше всего в Полисаде ездить именно в комфортном режиме. К тому же есть еще одна проблема спортивного режима. Но коробка излишне долго остается на низких передачах, когда уже педаль давно отпущена. А тем не менее, все равно она там продолжает держать передачи пониже, обороты взлетают. Тоже это совершенно ни к чему. Но у него все-таки есть на фоне Тойоты, несмотря на то, что по тяге, конечно, он проигрывает, одно большое преимущество. Расход топлива. Если Хайлендер даже на трассе не может уложиться в 10 литров, то Полисад легко это делать в смешанном режиме. А уж на трассе, я вообще молчу, там 7-7,5 максимум выходит. То есть получается у него в полтора раза расход топлива ниже, чем у Хайлендера. Это, конечно, аргумент. Дороги в России, конечно, у нас не везде хорошие. И, само собой, вместе с нормальным поведением на асфальте, еще неплохо было бы, чтобы и подвеска все глотала. И хочу сказать, что, в общем-то, Полисад в этом плане очень неплох. Конечно, да, когда попадаются какие-то ямы, особенно большие, все это ощущается в саоне. Тем более, еще и низкопрофильные шины вносят свой вклад. Но, в целом, очень Хёнда пристойно едет по грейдеру. Не заставляет осторожничать на каждой кочке, на каждом камешке. Вполне можно не сбрасывать скорости. Вот сейчас по грунтовой дороге с ямами еду 60, и не могу сказать, что я испытываю какой-то дискомфорт. И это в очередной раз доказывает, что на большом паркетнике не обязательно иметь пневматическую подвеску. Мир на ней клином не сошелся. Шасси, нормально, хорошо спроектированное и с пружинами, тоже может доставлять удовольствие. И Полиса тому подтверждение. Он выходит, что и на асфальте неплох, и плавность хода при этом не пострадала. А честно говоря, я немного разочарован. Все-таки я привык, что обычно большие Тойоты уж на разбитой дороге всегда чувствуют себя прекрасно. И плавность хода у них всегда отменная. Взять Камри или тот же Land Cruiser 200 или 300 теперь новый. Но Highlander, казалось бы, он похуже ведет себя на асфальте, чем Hyundai Palisade. И логично было бы, чтобы он отыгрался на разбитой дороге, на грунтовке, на грейдере. Но нет, напротив. То есть, по факту Toyota не то, что не лучше. Она даже в чем-то немножко хуже. То есть, в принципе, уровень плавности хода у Hyundai и у Toyota, он очень близок. Но разница в том, что у Highlander каждая кочка, каждая яма, она сильнее отдается именно водителю. То есть, если говорить о всем автомобиле в целом, то тут Toyota и Hyundai, они одинаково реагируют на каждую яму. Каждый проезд неровности проходит одинаково. Но если в Hyundai это все растворяется в кузове, в салоне, немножко на руле, немножко на сиденье, то в Highlander получается так, что каждый тычок, он направлен именно на водителя, не буду говорить с какой стороны, через подушку сиденья. Прям отчетливо каждую ямку я ощущаю телом. И вот это, конечно, неприятно, и тем более для большого полноприводного паркетника. Уж особенно для машины, которая вроде как ориентирована на американский рынок. Если говорить о шасси, то вынужден констатировать то, что подвесочники из Кореи справились со своей задачей гораздо лучше, чем японцы. Ну, с плавностью хода Highlander все понятно. Посмотрим теперь, как он чувствует себя на бездорожье. Ну, конечно, условном бездорожье. У Highlander есть несколько режимов внедорожных. Во-первых, есть снег, есть ассистент спуска с горы. Плюс у Highlander есть два внедорожных режима, именно вот этой шайбой они управляются. Это камни и грунт, а также песок и грязь. Именно его мы и выбираем, это нам ближе. Сразу при этом на дисплее, на центральном, на приборной панели, высвечивается очень красивая инфографика, где показывается, как поворачивают колеса. Плюс показывается в онлайн-режиме при распределении момента по осям и по колесам. А также отключаются сразу ассистенты электронные движения и, само собой, система стабилизации. Но, на самом деле, все эти режимы, это все хорошо, но для большого паркетника куда важнее при этом еще иметь хорошую геометрию. И при этом назначение этой геометрической проходимости, оно немножко отличается от классических внедорожников. Если у классического внедорожника главная цель хорошей геометрической проходимости это не застрять, естественно, само собой, то в случае с такими паркетниками тут история немножко другая. Тут важнее, куда более важно, благодаря хорошей геометрической проходимости, не повредить красивые бамперы пластиковые, вот основная задача, не испортить машину, в принципе у Highlander с этим неплохо все, под защитой 20 сантиметров, но нужно понимать, что эта защита относительная, она пластиковая, это скорее пыльник, то есть если касаться грунта даже, то не страшно, а вот если попадется камень, то конечно двигатель она не спасет, плюс у Highlander еще очень неудачная форма переднего бампера, она играет такую роль, она в форме скребка и может эту самую роль скребка иногда выполнять в снегу или в грязи тоже не самый хороший параметр, ну единственное, что хорошо, что эта часть из некрашенного пластика, то есть хотя бы по крайней мере ее, эту краску не надо будет обдирать, ну вот конечно такая раскисшая грунтовка немножко с колеей, но в принципе Toyota неплохо по ней идет, очень удобно кстати в этом режиме грязевом дозировать тягу, то есть все-таки не зря его назвали грязь, как раз очень комфортно играть газом и я полностью понимаю, что происходит с буксующими колесами, как они буксуют, в общем для большого полноприводного паркетника Highlander на оффроиде достаточно неплохо, надо сказать теперь посмотрим, что из себя представляет Hyundai, с точки зрения геометрической проходимости он Highlander уступает потому что под защитой всего 18 сантиметров, хотя справедливости ради нужно сказать, что защита хотя бы металлическая, это приятно но тем не менее, конечно, 18 сантиметров это уже не очень большой просвет, плюс еще свесы большие у палисады, и сзади есть проблема, немножко мешает запасное колесо, оно висит очень низко и сильно ограничивает угол съезда у палисада есть несколько внедорожных режимов, нужно нажать сначала на центральную часть с этой шайбой, и на выбор есть снег, песок и грязь естественно выбираем грязь тут же автоматически включается система торможения на спуске, это в общем обычная история, но смотрим, как по той же дороге проедет Hyundai дозировать тягу удобные, даже чем на Toyota, немножко, потому что все-таки дизель есть дизель, и момент доступен практически с холостых оборотов очень классно управлять акселератором, пробуксовки я практически не допускаю приятно то, что в отличие от Toyota, только я хотел сказать, нету практически пробуксовки, а вот она сейчас тоже и возникла приходится больше добавлять газу, но тем не менее эту раскисшую грунтовку Hyundai тоже преодолел сам и все-таки на бездорожье мне было бы спокойнее на Highlander хочется сказать, что и Hyundai Palisade, и новый Highlander очень приятные, располагающие к себе большие кроссоверы но есть одно но цена тестовый Palisade стоит 4,2 миллиона тестовый Highlander 4,6 а с учетом дилерских накруток, как я уже говорил, цена может доходить до 6 миллионов рублей и мой вам совет, если у вас есть подобная сумма, и вы хотите себе купить большой кроссовер сходите к дилеру Cadillac, Infiniti или Volvo, и вы будете приятно удивлены, лично я так бы и сделал спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы узнать о всех новых роликах и до встречи Читайте в октябрьском выпуске журнала «За рулем» Это и многое другое читайте в октябрьском выпуске журнала «За рулем» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»